Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Оскорбляли ли Иисуса Христа оба или только один разбойник? Проблема заключается в том, что евангелист Матфей пишет «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Это Евангелие от Матфея, 27-44. Матфей здесь пишет, что оба разбойника, распятые с ним, то есть со Христом, они поносили его. Однако, согласно евангелисту Луке, только один разбойник поносил его, а другой уверовал. Лука, 23-39. Другой уверовал и попросил «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». И более того, вот этот второй разбойник, он даже унимал своего товарища и говорил «Мы справедливо страдаем», а этот ничего плохого не сделал. Как разрешить это внешнее противоречие? На самом деле, экзогетическое объяснение очень простое. Сначала они оба поносили Христа. И тот, кто был распят справа от Господа Иисуса, и тот, кто был распят слева от Господа Иисуса. Но когда тот, который был распят справа от Иисуса Христа, увидел, как мужественно Христос преодолевает страдания, он понял, что что-то здесь не так. И он начинает заступаться за Иисуса и говорит «Мы справедливые терпим, а он невинный», как бы призывая своего товарища опомниться. Но в какой-то момент этот разбойник, который был справа, понял, что рядом с ним, слева от него, распят сам Сын Божий Господь. Как он это мог понять? Евангелие рассказывает нам и об этом. Это Евангелие от Луки, 23-34. Иисус же говорил, то есть в тот момент, когда Он висел на кресте между двумя разбойниками, Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды Его, бросая жребий». О ком здесь просит Христос Отца Небесного? Конечно, о римлянах, которые распяли Его, но я не думаю, что только о них. Об иудейском народе, который предал Его, но я не думаю, что только о них. Об этих двух разбойниках, которые злословили Его. И вот когда тот, который был справа, услышал, что он молится за распинателей, а этот сам находился в такой же страшной агонии, это невероятные муки претерпевал человек, чтобы сделать вздох, надо было подтягиваться на гвоздях, упираясь на ступни ног, которые пробиты гвоздями, судорога боли сводила, человек обвисал, потом опять подтягивалась, и такая казнь длилась достаточно долго. И тогда вот этот, который был справа, он понял, что это не человек. Человек не способен простить такое. И он оборачивается к Иисусу и говорит, «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И Христос, посмотрев на него и увидев его веру, сказал ему, «Ныне же будешь со Мною в раю». И мы знаем, что первым, кто вошел в рай, это был не пророк, не патриарх, не апостол, это был этот самый благоразумный разбойник, дело исправления которого осуществилось прямо на Голгофском кресте. Берегите себя, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры создавал DimaTorzok